что-то вас не видно вот так все как будто бы у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против я слушаю пожалуйста да я просто вопрос у меня позвонил спросил там написал брату владимиру вячеслав вернее доходы что сейчас дядя женя с деревни привез зайца я вот там замочил в воде чтобы натал его потом готовить будем отчитывая сразу что-то сел за счет за стол вспомнил по библии ветхом завете написано что зайца по моему есть нельзя так у него просто можно вы есть или нельзя а у вас библия далеко открыто вот она ну давайте мы откроем вместе посчитаем библию открывайте так теперь давайте открываем послание тимофею какое-то неожиданно это зашли кто послание к тимофею первое так 3 глава 4 ну давайте 1 тимофею 4 глава с первого стиха считайте до 6 1 тимофею 4 глава сперта вас 1 по 6 стих включительно считайте слух я еще не нашел коринфянам кремлина царой петра иакова деяния но уже не в ту сторону сейчас листаем сидя не пошли я не после после евангелия 1 тимофея 4 глава 1 тимофея 4 глава 1 по 6 стих включительно дужу ясно говорится к вам что в последнее время отступит некоторые от веры внимание духам областителям и учениям бесовским через лицемерия лже-словестников сожженных в совести своей запрашивающих вступить в брак и употреблять в пищу то что бог благословил а сотворил дабы верные и познавшие истину вкушали в с благодарение ибо всякое творение божие хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением потому что свет что освещается слову словом божьим и молитва внушаясь я братья братьям будешь добрый служитель иисуса христа питаемый словами веры и добрым учением которое ты которое ты последовал вот и все негодно так все все но это дальше басни год ну можете прочитать негодных же бабе и басин отвращайся а упражняй себя благочестие все поэтому всякое творение божье хорошо в ветхом завете что было дано то кончилось в пище определенно разницы никакой нету кролик это змея черепаха все разрешено написано всякое творение божье хорошо и ничто не предосудительно кто иначе учат это бесовское учение прямо впереди первые два стиха это бесовское учение если кто запрещает кушать пищу ибо освещается словом божьим и молитвой здесь все сказано вся столовая все рестораны все я понял да ничего больше нету я не буду есть я вообще мясо не ем никакого ну я должен сказать так как написано а почему нет написано было нечистое они чистого ничего нету написано и бог сотворил хорошо и весьма хорошо а почему не нечистое потому что у них там были свои боги в египте почему они принесли тельцу тельц это бык волк идущий траву и теперь и нельзя его есть а здесь наоборот им было сказано что другое нельзя это можно они поневоле стали этих быков резать а боги это и божества были в египте они увидели никакие это не боги бог и сжал условиям сжат условиям запрета вот и все в одном завете мы знаем все открыто корейцы там собак едят китайцы там жуков разных на то их дело лишь бы словом божьим молитвам освещалась понятно там когда вы когда я вот рассказывал то что ехать на базу да и далее сказали ведь вячеславу там связаться со мной и потом с ним связался там такая вообще беседа получилась там с меня вот это все начало лезть вот это все там рассказал про это самое и ну а потом смотрю но это как бы то что личное было но я там знаю что у нас записывается выставляется интернет вы не против гарни против а то он не спросил а я смотрю потом читаю за там что-то вячеслав ведет запись беседы но и я говорю что ну я и то есть за каждое это слово даже пускай кто что в интернете будет вообще не жалею что я сказал я потом скачал себе на канал короче загрузил видеоролик и к вячеславу там потом зашел там через некоторое время тоже загрузил там столько вообще просмотров было я аж я конечно думал что там может быть там побольше чем меня просмотров но это взошел там что-то 150 потом что-то на кухне смартфон взял зашел там 400 нормально я то есть даже если это личное моё то что я рассказывал но все равно что это наверно будет людям ну как нормально я не против даже вот такого просто сегодня у меня день рождения и и вот такой ну там зайца то что будем готовить а потому что да вспомнилось но все теперь понял что его есть можно 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 только чтобы все было так скажи по слову божию разрешено словом божьим освящается разрешение и молитвы освети господи у бога нет ничего нечистого а кто запрещает вы первые три стиха прочитайте там опять снова и увидите духи обольщение бесовские прямо написано бесовские запрещают вступать в брак и употреблять пищу то что бог сотворил дабы верное познавшие истину вкушали с благодарением и не забудь поблагодарить господи какой он хороший заяц хорошо то что не в этот вот вы сейчас сказали вот что мы еще почитали там запрещающий там вступать брак да да то есть учение бесовская наверное надо такое говорить но мне все же так хочется спросить и сказать это так чего монашество получается это тоже бесовская они не они запрещают это свободно а то кто прямо говорит если ты женат и тебе не спасти двери рая закрыты запрещают а монахом никто не запрещает они были люди обыкновенные а теперь приняли обед я считаю не нужно это делать поэтому на меня нападает церковник я говорю вы найдите в слове божьем где написано что прятаться сидеть наоборот идите по всему миру и проповедуйте досиделись 2 миллиарда мусульман а куда дошли первые христиане кирилл и мефодия ни одного не послали за 7 столетий никого а уже мухаммад который пришел то 632 году он умер только основатель мусульманской религии то а если бы они там были христиане эти два миллиарда мусульман сегодняшний были бы христианами православными и марта раскрытие задание над монахом сидели где сиди где найдете да было такое что было желание стрекущий сделать и сидеть на вершине горы попытка монастырь сделать было в день преображения господь говорит и внизу там бесноватые ждут нас а по я никогда говорили это написано и не знали что говорили ну такое впечатление тут такая для них это как говорят ауру была рассыпана вот и нам все определенная щетка и дети по всему миру а если зарыл талантами вера дана была и завел платок дал хозяин он говорит что злой жестокий ты собираешь день рассыпал женешь день села господь свяжите по рукам и ногам и бросьте во тьму кромешную там плащ искрежет зубов поэтому вера даже распространяться он принес один таланту 2 принес который 5 было 10 один еще не сделал а вот притча про таланты она относится к тому что ну там например бог то есть дал талант например вот там играть на гитаре то есть пошел закопал то есть такое я вот у меня не было акустической гитары и ну там я вот летом который там познакомился с ребятами мне давали там в парке там ну играть на гитаре то есть и на этом играл когда мой дедушка дал мне деньги на гитару я пошел там покупать ее на этом обошел 4 музыкальных магазина там захотел там за 13 тысяч купить в общем гитару то есть собирать на нее думал пойду в аксайну решил прогуляться по пушкинской там смотрю пацан сидит с девчонкой но я подсел там на лавочку посмотрел это там этот девчонка ушла с каким-то другим пацаном я к этому пацану подошел и говорю что можно там спросить что за гитара то то там я сфотографировал рассказал там про мои походы музыкальные магазины он там дал поиграть на гитаре говорит что типа лучше вот эту за 13 тысяч купить что она там еще детям останется и я вот начал играть ну вот просто что я обычно играю как дома я играю ну и он меня такое спрашивает ты что музыкальной школе учишься я говорю да не у меня даже акустическая гитара дома я то есть я понял что ну наверно это бог ну как бы дал талант там я даже вот не заморачиваюсь там учись что-то разучить просто ну беру в руки гитару и оно как-то само у меня получается и вот я что думаю что может это бог то есть дал талант этот или ну а его надо умножать без кня конечно вот по знакомке с нашим здесь близким может вам он станет человек очень хороший савченко виктор николаевич он у нас я лично не общался нужно узнаете узнаете он где-то моих только стихотворений на музыку положил больше 80 моих стихов я автор этих стихов он положил и как поет но сейчас во франции находится просто в скайпе зарядите савченко виктор по-русски и вы сразу найдете он там учителем был деревне до учителем был деревне правильно во франции там я видел это ну вот он посмотрите как он учится может какой-то вам скажет урок как легче было он преподавал тут ребятишкам гитару потому что давид на гуслях играли там написано перечисляет все это дар божий гуси будут даже на небе ну надо может быть образом понимать но так и написано я не с тебя гуси там бенцы к ногам агнца положили это значит мы признаем что все это от тебя и ногам твоим вся слава идет откровение богослова тут нельзя понимать буквально там на конях едут все это все означает аллегорическая форма изложения будущих событий я понял я просто когда вот ходил протестантскую секту там ну церковь раньше назвал но сейчас я уже понял что это не церковь же давно причем я понял да я думал так у меня были такие размышления что бог то есть дал этот талант использовать его чтобы играть на прославление на гитаре там я вообще-то играл там на барабанах прославление ну я думал что так бог хочет сделать так но раз там не церковь и рукоположения нету наверное сейчас я так понял что наверное эти мысли надо отбросить хотя на христианской базе там тоже ну гитару там ну смысле давали мне гитару этом играл и то есть мне сказали что неплохо играешь или хорошо в смысле играешь я думаю может бог хочет об этом играл в прославление но я не могу связать что там нет церкви смысле рукоположения и богу наверно как там будет нравиться или не буду на про них говорить я не хочу да слушать это не церковь это определенно тут не надо и они это понимают каждые две недели новая секта рождается бог однажды создам церковь 1 16 и 17 евангелия от матфея я создам мы церковь и врата да не одолеет а врата да то что то обречет это ереси разные гонители они еще церкови не сделают а у них ложный посыл а то церковь не такая православная я там видел такое и что ты видел христос пришел к падшим опцам израиля к погибшим опцам прямо написано погибшие это валяются дохлые и он не пошел куда-то там к филистимлянам нет а именно им оживите это надо они так я в церкви заметил что-то и мне это уже не надо это совершенно неразумно у нас бывает так родители не такие как нам кажется и дети мы для них не такие но указание того что давайте разойдемся я чужого дядя изберу такого нету это корабль единый который бог построил дал день пятидесятницы вот у меня привозят книги разная раздавать сектантские мы проверяю и присылает просто знают нас бывает так вот отделенная баптиста отделенная совет церквей у них хорошие такие брошюры но и знаю что я сильно расположен к ярлу николаевичу пести и мне вот прислали книгу его потому что тут баптисты заехали с московской области у нас я их всех одарил книгами потеряевки был они решили вот благодарить как бы сказать до вчера уже с ними володя связался и чтобы не посылали больше они присылают и присылают прям я уже килограмм 30 нара прислали но на все это мы отправили баптистам который из барнауле она баптистского содержания на одни и те же то что многократно дается там все там песнопение или что поэтому видите как яр николаевич пести он берет даже и она златоуса святых отцов проповедует а другое ничего не знает и вот баптисты они далеко не ушли они непосредственно от православных а от них уже там пятидесятники адвентисты седьмого дня свете львов то есть они друг от друга переходят тащат все заблуждения предыдущие и свои добавляют а баптисты они прямо вышли учение о троице о душе о вечном мужчине у них все сохранилось поэтому из баптистов у нас легче всего люди приходят целыми семьями принимают православие делается священники вы говорите все что у них вот это сохранить дать рукоположение все церковь они хорошие люди я сам у них был мы как-то с пацанами гуляли там пушкинская там стоял человек книги давал просто и мы подошли к нему общаться там баптистам подарил мне книгу под кровом всевышнего называется я там прочитал все там в конце был написан адрес там станиславского 153 по моему в ростове у нас и я с пацанами потом пацанов туда принос мысли с пацанами пошел туда и то есть они там нормальные все люди этот баптисты довез нас до двуму их до дома и меня там высадила пошел то есть нормально люди вот которые меня тогда я шел с рынка ну домой и тоже смотрю раздает газеты взял вот газету а это вот эти баптисты которые я уже давно знаю но думаю что они в первом подъезде они оказываются где-то здесь позвали меня это уже в этом вот это воскресенье которое прошло типа к ним вот на домашнюю группу ну или как там называется но я не пошел туда ну в общем они я знаю за баптистов что они хорошие на заправке когда работал я уже в вячеславу там рассказывал что работал на заправке при приехала женщина на хендай акценты смотрю не рыбка я с ней разговаривался там она баптистка и там мы пообменялись контактами потом человек николай то есть там она дала ему мои контакты он там вышел на меня и мы там договорились мы поехал я к ним в этом не там понравилось вообще у них там большой но они такие не регистрированы то есть из отделенных или как понял вообще там у них на праздник жатвы там был дома там у нее такая атмосфера у них дома было от реально что как написано библии что живы и жилища праведника там или как господь благословляет там вообще он так у них хорошо дома прям было находиться то есть хорошие люди число под при всем хорошим понимаете не церковь у них нету в тайну за это только положение и поэтому мы всегда это им говорим и вот у них от них больше всего у нас приходит принимает православную веру бывает так муж принял дети крестились все еще или мать там она нет а сейчас он пишет что и она уже готова два года кажется прошло после этого потому что разговаривать с ней проще всего вот они говорят будет тысячелетнее царство на земле церковь восхищена будет это все еретики одинаково понимают они не знают что тысячелетнее царство началось на голгофе и тысячи лет означает много но не ровно тысячи лет ну-ка ты куда пришла ну-ка идите вот пантера какая а я свою кошку отвез на подсобное хозяйство там пятидесятником она мне ночью то спать не давала на когда зря это вообще вот это мяукает постоянно я ее туда отвез потом этом бы была я обратно домой привез потом опять и туда отвез пола оставил в гараже больше не видел о голуби я знаю вас там есть голубятница я смотрел вообще тоже я игнати тихонович думаю может купить попугайчика мне чтобы у вас голуби я попугайчика бы себе купил ну смотри какая у меня две голубятни одна здесь да еще две там было для в одну свел а здесь даже на зиму оставляю но это счета лишь какой на хохолок так шильончик ну так так еще какие вопросы есть ну что вопросов больше нет а я вот этот ролик который мы беседуем сами те ролики уже сколько жду вообще не могу дождаться вот этот ролик вы тогда сохраните здесь это самое я может и все на канал там выложим почему нет я не знаю потому что выставлять я не выставляю администрация выставляет не вы вот это то что если вы сейчас запись вели а вы не со skype записывали если вы со своей программы то но если вам несложно если не сложно то этот skype пришлите ее я себе сразу на канал выложу я почему нет вот паска по skype тут видите опять же заказчика у У меня очень слабая аппаратура. Это через Вячеслава сделать. У него специальная папка у меня стоит, в которую я забрасываю. Я могу забросить ему, а вы через него получите. А к нему автоматически перекачивается. Я только в нее положил, а она сразу сама перекачивает ему. Он в этом деле разбирается. Вот вы выйдете на Виктора Николаевича Савченко. Я хотел спросить, а почему у вас так дорогой инструмент гитара? Это 17 тысяч, это же дорого. 13 тысяч, нет. Я вообще хотел... У меня была электрогитара, у меня есть которая. И акустическую гитару мне подарил один человек. Но я однажды разбил в порыве гнева или ярости. Ну, и я, когда пошел туда, я думал вот этот купить за три... Вот я пошел сначала в один музыкальный магазин, там была электроакустическая. Потом я пошел в другой музыкальный магазин, там была обычная акустика, дредноут. Но она мне понравилась как-то по цвету. Потом я пошел в еще один музыкальный магазин, там еще. Потом я пошел в который, ну, там четвертый, так, чтобы ни рекламы никакой не было лишней. И там был, то есть гитара за 13 тысяч понравилась. Ну, это вот действительно я понял, что я как бы не мог определиться. Я думал же идти туда. Я пришел в тот музыкальный магазин, который дредноут хотел купить за 5 тысяч, там, с чем-то. Мне сказали, что если я приду завтра, там, с 9, то скидка будет, там, 10%. Я такой, сколько это? Они мне говорят, это там, 600 рублей. Ну, я говорю, ну, ладно, типа, приду завтра за гитарой. Хотя мне так уже говорили тогда, когда я... А сколько струн, струн, сколько гитаре это? 6 струн, 6 струн, 6 струн. Вот если вам не трудно будет, вы можете зарядить такое, домбра. Вот я вижу, домбра. А у домбра сколько струн? А я не знаю, сколько струн домбра, но я знаю, что такое. Две, две. Да. Вот я бы сейчас вам тут показал, но вы сами можете найти. Зарядите поисковик, ну, тут же в гугле. Домбра. И дальше, полонез Агинского. Полонез Агинского. Полонез Агинского играет. Такой, подстриженная борода у него, казах. Полонез Агинского. Ну, ка, зарядите, посмотрите. Быцар выйдет, один там такой, седая бородка у него. Я сейчас в ютубе, сейчас в ютубе. Да, в ютубе. Полонез Агинского. Сейчас, секунду. Домбра, слово Домбра написать, Полонез Агинского. О, послушайте. Субтитры сделал DimaTorzok. ну как может остановить может ну и как играет ну неплохо и неплохо его пускать не хотели говорит палкой две стороны говорит а он там занял первое место и вот какая-то там не знаю награда или что было значит тренироваться надо работать надо это не просто так там сказать вы настоящее произведение быть у нас в общине одна девушка есть но сейчас она уже наверно 16 я у них на дому был у не больше ста наград она победительница во всех конкурсах там больших и другие городах там областях она играет на фортепиано разные сложные такие произведения ну талант больше ста наград вообрази я слышал да что-то там когда ролик смотрел бы там были свои то там вы рассказывали вот девушка который там значит к это это серьезное дело певцы были у давида музыкальные инструменты и он сам играл и бесы отходили от саула злой дух злой дух не любит гусли когда они с молитвой вот как получается так что они вот у одного человека тут я сам-то давно с собаками занимаюсь и вот он говорит я однажды иду в какой-то там деревне а он немец смотрю говорит на конуре сидит кобель хороший мне понравился я хозяин зашел это мы не знаем куда его деть злой такой но я горит им там дал денег сколько там немного и купил его так показывать у него руки все перекусы но не укусал и он его сделал чемпионом это сама собака которая на цепи было взрослый начинаешь учить четырех месяцев а это взял уже два года ему я говорю как вы это могли выдержать а я горит каждое утро на два часа раньше встаю чтобы с ним быть тому делать пробежку тренировку я это знаю потому что я в уголовном розыске занимался если ты занялся собакой или голубями тут ну я теперь верующий я понимаю это мне между делом как бы я выйду там помолиться под звездами пущу собака бегает я с ней побегаю вот на которой которая с нами ездила миссионерской поездки она стала чемпион сибири а потом чемпионом россии по защитной корольной службы наши братья когда дорога в этом спят а я утром стану пораньше и занимаюсь им команды все он чтоб знал а так и здесь везде нужно постоянно трудиться ночную молитву возобновить хотя бы раз хотя бы не немного проснуть и бога восслабить в ночной сон до ночь горит не для сна только золотого сна и для молитвы поэтому праведник ночь превращает в день а преступник день превращает в ночь спит долго вот такие изречения есть ну хорошо они я рано стою вообще да ну хорошо мы в 4 40 встаем по местному времени я знаю там никогда там значит запишите савченко виктор николаевич поговорите насчет играть какие он да даже записывать надо у меня память очень хорошо вы его через его найдете и он как исполняет притом его исполнение в интернете все стоит у меня одну с ним песню про бога ну про того ребенка которого христос брал на руки который львами там рассказывали что ты он играл эту песню антиохип как он там и он вот этот мне понравилось я знаю да это игнати богоносец да вот игнати богоносец да но игра играет такие которые у меня стихи это не непростые они не для слабохарактерных вот допустим отдайте шикотан и кёнигсберта отдайте пока не поздно поспешим не удержать богатств хрипят и лезут тати излишки нам отдать самим крестясь отдать самим то есть это политическое такое произведение и как он его исполняет в это время или святая русь когда была святая скажите дату срока имена во свете библии патетика растает останется вино вина война хватали все от севера до юга до порт артура оспу островов все подгребли самом тайгу и в югу расплодили не христи и воров кто же ну хуже нас сокровища земные транжирит жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне прибалтики татарам и чечне наши земли вожделение зависть облизываясь смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольцев запись у нас за счастье отнять за счастье каждый рад о боже проповедника пришли служение богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполнив веренное нам не русь святая а герои веры в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры и он играет это все это небольшая часть моего стихотворения музыку ну как бард играет с такими людьми поддерживать раз вы этим обречены а я вот еще хотел там спросить по поводу трехтомника к истинному православию мне хотел бы купить мне сейчас не идет это потому что они покончились почти только полным комплектом полным комплектом ну пока подождите никак потому что все кончается какой там ну ладно я переездал там еще на две тысячи тысячи экземпляров всего было а из них только 650 полный комплект я подарил библиотеке мира проехали когда миссионерское посещение было но и что там остается поэтому я вижу эти книгу заказывают а другие они не знают а другие они все об одном прославляют христа пока никак в это вам скидывал все материалы то в электронной версии до в электронной версии читал там и на сайте там сижу там про ну читаю про спорт вот это вы правильно кстати однажды сказали там про спорт что дед спортсмены коту ну не все такие но те которые там они мысли там узкое шаблонно что-то я прям читаю думаю но я про кого говорите на сайте раздел про спорт спорт ну я знаю они не работники они не работники надо что кто-то смотрел там то другое чуть-чуть в тенёщик ложатся у нас были такие ни одного из ну которые действительно спортом занимаются я тоже занимался все время ну одновременно и работаю а эти нет ему надо где-то там показать подтянуться опять лег и лежит надо работать а спортом только для того что у тебя недостаточно работы были тебе надо энергию сбросить и мускулы накачать да в деревне поработать но подержать никакой вот тут все ну что все тогда на это нужно их ночью этого брата вечера савченко виктор николаевич савченко ну сбор